Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Вот уже на протяжении более полутора веков, сначала в Симбирской губернии, потом и в Ульяновской области, существует хорошая церковная традиция. В мае и июне проходит крестный ход с чудотворной иконой Божьей Матери Казанская Жадовская. Владыка, как в этом году будет проходить крестный ход? И когда ульяновцы увидят ее в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе? В этом году мы постараемся максимально восстановить ту традицию, которая была прервана в прошлом году из-за пандемии. А так, но все равно, пешего крестного хода не будет. Икона будет привозиться в храмы нашей губернии, во всех трех епархиях, и в нашей, и в двух других. И вот есть у нас такая вот замечательная газета, православная, православный Симбирск. Вот, кто ее никогда не видел, может увидеть. Там напечатано расписание, когда икона будет пребывать в городе Ульяновске. Вот в Спасо-Вознесенском соборе она будет с 5 по 7 июня. И все остальные дни до 28 июня она будет находиться в храмах города Ульяновска. В среднем по одному-два дня. Можно посмотреть расписание крестного хода вот в последнем номере газеты православной Симбирска. Крестные ходы проходят на русской земле с древних времен. В чем их суть, значение? Крестный ход – это такая достаточно древняя традиция церкви. Она не только в России имеет место, но и в других православных странах. Но даже и не православных, на Западе, в каждом, наверное, старинном городе есть крестный ход на праздник с почитаемой святыней, иконой или статвой Христа, Божьей Матери или каких-то святых. Это древняя христианская традиция, когда люди со святынями исходят из храма на улицу и, проходя крестным ходом, молятся тому или иному святому или Матери Божьей о заступлении города, всех живущих к ним. В одном из песнопений есть такое слово «воздух осветися шествием твоим», то есть освещая все окружающее пространство, освещая дома, мимо которых идет крестный ход со святынями, людей, которые встречают его или присоединяются к нему. И вот таким образом, совершая усиленное моление, эти крестные ходы обычно совершались в какие-то сложные обстоятельства, сложные ситуации. При нападении врагов, например, шли крестным ходом по стенам города или укрепления, ходили во время каких-то нашествий на племенников, ходили во время смертоносных поветрий. Или же в память о каком-то чудесном событии, обретении иконы или избавлении от какой-то напасти, которое пришло по молитвам перед той или иной святыней. Вот таким образом, как сейчас модно говорить, актуализируя события, произошедшие когда-то в дальнее время. Почему некоторые иконы становятся значимыми и почитаемыми святынями? Вообще, что такое святыня? Ну, святыней мы называем все, что посвящено Богу и как бы отделено от мира. Первоначальное понимание святыни именно таково. И чудотворными иконами, почитаемыми становятся иконы, молитва перед которыми приносила некие видимые для многих людей плоды. Да, это или исцеление, исполнение тех или иных просьб и прошений, с которыми к Господу, к Матери Божией или к какому-либо святому обращается тот или иной человек или группа людей. И в дальнейшем эта икона становится почитаемой. Особенно в ней приходят другие люди, они тоже получают просимое. И так вот самые различные иконы могут становиться почитаемыми. Если мы откроем церковный календарь, то мы увидим, что если не каждый день года, то по крайней мере пару раз в неделю всегда отмечается память тех или иных чудотворных икон Божией Матери. Это только те, которые известны в России. А те, которые известны в Греции, в Грузии, в арабских странах, мы даже о них и не знаем, как они называются. Их очень много, и им буквально просвещена память почти каждый день недели. Эти иконы – это некие материальные видимые признаки, остатки тех чудес, которые совершались Господом в жизни отдельного человека, или монастыря какого-то, или города, или страны. И, например, знаменитый Акафист Божией Матери, мы поем память о освобождении Константинополя от нашествия иноплеменников. Но мы этому событию уже почти полторы тысячи лет, а мы до сегодняшнего дня вспоминаем его и воспеваем этот Акафист, потому что в нем говорится о очень важных вещах, которые сохраняют свое значение и сегодня, спустя такое большое количество лет. – Владыка, а какие еще святыни есть в Симбирской губернии Ульяновской области? – Достаточно много. Это мощи святых. Прежде всего, мощи святого Блаженного Андрея Христа ради Геродиева, Симбирского чудотворца, которые почивают в Спасовознесенском кафедральном соборе. Это частицы многих святых и русских, и древних христианских святых, которые также находятся в Спасовознесенском кафедральном соборе. В других храмах и монастырях нашей епархии есть также мощевики с частицами мощей святых, есть почитаемые иконы. И я думаю, что Господь ни одну землю не оставляет без таких свидетельств своей силы и своего вмешательства в человеческую жизнь, как я уже сказал, о чудотворной жадовской иконе Божьей Матери. – А вообще, каким должно быть отношение христиан к святыням? – Благоговейным, потому что святыня – это, скажем так, след от вмешательства Бога в человеческую жизнь. Поэтому отношение должно быть благоговейное, как к свидетельству силы Божьей. – Спасибо, Владыка. До свидания. – Спасибо. – До свидания, уважаемые зрители. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В наш адрес поступило обращение с просьбой пояснить, как быть, если во время молитвы постоянно отвлекаешься, так что теряется смысл, и молитва превращается в механическое прочтение текста. В первую очередь здесь следует задать себе вопрос, о чем мы чаще всего думаем во время молитвы. Ведь это не какие-то абстрактные вещи, а то, чем мы живем. Это наша работа, это наши знакомые, это наши повседневные обязанности, которыми мы отягощены. И если это во время молитвы настолько владеет нами, то значит, владеет и в другое время. Владеет настолько, что мы забываем о Боге. Для того, чтобы справиться с таким недостатком, святые отцы рекомендуют один из способов, чтобы непосредственно во время молитвы, насколько это возможно, выйти из этой погруженности в те дела, которые вот так тяготят нас, понимая, что все находится в руках Божьей и все совершается по этой воле. Во время молитвы тогда мы сможем себе сказать, зачем я думаю об этом сейчас и зачем я об этом пекусь, если сам Господь управляет всеми моими делами. При этом не следует оставлять молитвенное правило, сокращать его из-за того, что у нас не получается сконцентрироваться на мысли, но следует в этом упражняться, не забывая о том, что во время молитвы мы отдаем или жертвуем, правильнее будет сказать, Богу самое лучшее, то есть то, что мы уже не можем себе вернуть. Это время и наши силы. И Бог воспринимает даже такое старание, как посильную жертву, и отвечает на наши просьбы, которые мы и спрашиваем во время нашей молитвы. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете по электронной почте. К нам поступил вопрос. Увенчание, крещение, причастие – это все таинства Церкви. Сколько их? Почему они называются таинствами? Откуда они берут свою традицию? Обязательно ли каждому христианину участвовать в каждом из них? Каково их значение для православного человека? Ну, как мы знаем из Писания, основные таинства христианства – это таинство Крещения, как дверь вхождения в Церковь, и таинство Евхаристии. Но нельзя исключать из нашего внимания и другие таинства, которые с первых веков христианства, это IV-VI век, упоминание об этих таинствах есть в Древней Церкви. Что это за таинство? Это таинство Миропомазания, последующее за таинством Крещения, в котором преподается благодать Духа Святаго, который помогает человеку укрепляться и возрастать в вере. Это таинство брака, в котором священник испрашивает благословения для будущих супругов на совместную жизнь, на совместное рождение, воспитание детей. Это таинство исповеди, в котором человек возвращается к тому пути покаяния, которому он избрал при принятии таинства Крещения. Потому что в таинстве Крещения человек избирает христианский путь, а в таинстве покаяния кается в своих грехах, возвращается на этот путь христианской жизни. Таинство Елеосвящения или по-другому таинство Соборния, в котором для болящих испрашивается ослабление их грехов, оставление грехов, исцеление. Все эти таинства имеют под собой видимую часть. То есть это не просто ритуал, а это молитва к Богу о прощении грехов, о укреплении, о возрастании в вере, о помощи в семейной жизни. То есть все то, что касается ключевых моментов нашей земной жизни, все это сопряжено с церковными таинствами. Таинство священства, когда человек избирает путь служения Богу, и в архиерейских молитвах, в молитвах епископа испрашивается благодать для ставленника, чтобы он совершал церковные таинства или помогал при их совершении. Существует вот семь таинств церковных, в которых мы испрашиваем у Бога помощи, благодатной поддержки. И эта благодатная поддержка посылается под ведьмом каким-то символическим действием священник. Или это погружение в воду, или помазание святым освященным маслом, или возложение рук. Вот это и есть церковные таинства. Так исторически сложилось, что их семь, и все они относятся непосредственно к делу нашего спасения. Естественно, человеку невозможно участвовать в силу семейного положения, в силу пола принадлежности. Например, женщины не могут принять таинство священства, поэтому, естественно, они не могут участвовать в этом таинстве. Есть таинство брака. Не каждый человек избирает путь жизни семейной. Есть еще и другой путь, путь безбрачия, поэтому тоже тут от этого таинства человек устраняется. Поэтому эти таинства как инструменты в восшествии к Богу, но, естественно, человек участвует их по мере необходимости и в разных жизненных ситуациях. Здравствуйте. Елей. Елей – это особое масло, которое использовалось в церкви с самых древних времен и используется по сей день. В древности, еще в ветхозаветные времена, елей использовался для лечения прокаженных. Для лечения же его использовали и святые апостолы. И по сей день елей используется в церкви для таинств, в таинстве крещения, для того, чтобы приобщить человека к новозаветному сообществу. Используется в различных богослужебных таинствах и обрядах. Используется для того, чтобы выжигать в лампадках. И елей сам по себе, что это такое? Это оливковое или любое другое растительное масло, смешанное с каким-то благовонием. Поэтому церковный елей – именно это то, что используется в церкви на протяжении тысяч лет для того, чтобы проводить церковные обряды. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы о вере. И сегодня к нам поступил на почту такой вопрос. Есть такое выражение – «Незнание закона не освобождает от ответственности. Применимо ли оно к духовным законам? Если, к примеру, человек невоцерковленный и не знает заповедей Божьих во всех деталях, он же будет грешить в любом случае. Равноценен ли его грех греху воцерковленного человека?» Дорогие друзья, все мы знаем, что голос Бога в нас – это совесть. Поэтому в каждом человеке есть совесть, и именно она регулирует, как человек относится к своим окружающим, близким людям, да и дальним тоже, которые встречаются на его жизненном пути, как относится к жизненным обстоятельствам. И у каждого этот голос звучит несомненно. И даже если человек не знает буквально заповедей десяти, не знает заповедей блаженства, то в нас сокрыта эта великая искра Божия, тайна Божия – это совесть. Поэтому в каждом человеке это есть совесть, и Господь будет спрашивать нас в первую очередь, как с незнающего. Если ты не знал о заповедях Божьих по совести, а если ты узнал, окунулся в мир заповедей Божьих, то, несомненно, Господь будет спрашивать по тому, сколько нам дано, как говорится. Кому было много дано, с того много и спросится. Кому дано было мало, тот будет и биен мало. Исходя из Священного Писания, мы понимаем, что спрос с того человека, который не знал заповеди, он будет по совести. А спрос с того человека, который был с заповедями знаком, он будет, конечно, с точки зрения вот этих заповедей. Но мы помним, что Господь прежде всего – это милость, это любовь. Если человек искренне имеет покаяние, даже если он и не знает десять заповедей, но в нем вот это чувство возгревается, что он делает что-то не так, творит что-то не так. И вот это Господь приемлет. Поэтому закон, он, конечно, ниже милости Божьей, ниже любви Божьей, превыше всего – это Божья любовь, которая исцеляет, которая помогает человеку и которая возвращает человека на тот путь, который человек должен совершать здесь, на земле, зрея, к жизни вечной. Здравствуйте, братья и сестры. В наш адрес поступил вопрос. Как выбирают крестного? Может ли это быть просто честный, добрый человек с высоким моральным и нравственным принципом, которые, я уверен, будут хорошим примером для моего ребенка, но при этом всем далекий от церкви? Что такие крестные? Это по церквам называется восприемники. Люди, которые воспринимают младенца от святой купели для того, чтобы его наставить именно в христианской благочестии и вере. Поэтому, когда человек говорит, что вот я выбрал хорошего, даже иногда до смешного доходит, что приводят там мусульманина и говорят, вот он будет крестным. Но он не может быть крестным, потому что он не христианин. А первая и главная обязанность христианина – это наставлять нового просвещенного, то есть нового крещенного в христианской вере. Поэтому всегда были очень строгие требования к крестным. Если мы почитаем с вами такие 17-ю век книги, то там было очень все строго. Человек, который не знал основных молитв, такие как «Отче наш», «Богородица Дева радуйся», «Символ веры», не знал «10 заповедей», он не мог быть крестным. И это было всегда важным, потому что крестный, он становится свидетелем вот этого крещения, он становится свидетелем этого рождения, он становится тем человеком, который поможет в дальнейшем человеку укрепиться в этой вере и направить его на путь истинный, направить его путем Царства Небесного. Поэтому крестный всегда – это в первую очередь ответственность. Слава Богу, это многие понимают и иногда даже отказываются от этой обязанности, потому что понимают, что, говорит, я не могу привести человека к той ответственности, которую не могу принять, ту ответственность, которую хотят на меня возложить. Поэтому все-таки, каким бы ни был добрым человек, каким бы он ни был честным, но для церкви всегда важно, какой он христианин. Если он добрый, ответственный и именно благочестивый христианин, то церковь никогда ничего против не скажет. Но если человек находится, не может наставить человека в духовной жизни, потому что сам еще не пошел этим путем, он не может быть, соответственно, и восприемником, крестом, отцом или матерью. Прихожан храма в честь святителя Филарета Милостивого их отличает необычная форма одежды. Форма, которую могут носить только сестры Милосердия, те, кто признак состраданию и оказанию помощи нуждающимся людям. Милосерден образ твой. Именно с этих слов начинается гимн сестричества. И действительно, сестра Милосердия – это не работа, это призвание души и внутренняя потребность помогать ближнему. Здесь просто человек отдает себя на служение людям. Идет на себя определенное по силам своим послушание. Кому-то достаточно просто помогать петь в храме. Кто-то ходит на патронаж к маме с больными детьми. Кто-то ухаживает за тяжело больными в больнице. Кто-то только уже все оставил, все свои светские обязательства, просто уходит с головой и неимоверно не может с этим насытиться, потому что человек нашел себя. Ежемесячные собрания сестер Милосердия проходят в штабе Симбирского общества Милосердия при комплексном центре социального обслуживания населения исток в присутствии иерей Димитрия Суботина, духовника сестричества. Такие встречи позволяют разрабатывать план работы на ближайшее время, рассказать об опыте сестричеств из других городов и рассмотреть новые формы служения. У сестер Милосердия разное направление. Это направление социального служения, это помощь многодетным, малоимущим, это гуманитарный склад, епархиальный склад в Благостыне, еще есть онлайн-склад Мама Хелп. Развиваются в ближайшее направление, это будет патронажная служба и патронажная помощь. Патронажная служба – это помощь тяжелобольным людям, а патронажная помощь – это помощь детям на дому. В Симбирске первые курсы для подготовки сестер Милосердия и родных фельдшеров были открыты в 1919 году по инициативе земских врачей при Александровской губернской больнице. Это было тяжелое для горожан время. Спустя почти век на базе медицинского колледжа Ульяновского государственного университета была возобновлена подготовка белых голубок для лечебно-профилактических учреждений региона. Сестра Милосердия – это программа дополнительного образования православных образовательных курсов Симбирской и Новоспадской епархии. Данная программа реализуется на базе медицинского колледжа УЛГУ с сентября 2012 года. Для 2019 года стать сестрой Милосердия и послушать Богу и ближнему могут верующие всех возрастов. Именно в этом году прошел первый выпуск «Сестер Милосердия Старшего Корпуса». В течение учебного года сестры Милосердия Старшего Корпуса осваивают богословские и медицинские дисциплины, учатся оказывать первую помощь, ухаживать за больными. В это объединение может прийти любой человек, и молодой, и пожилой, тот, который полон сил. И самое главное, чтобы у него было желание помочь людям. Есть люди, которые вышли на пенсию и не знают, куда деть себя. Вот мы таких в первую очередь ждем. Мы найдем работу, любую, та, которая необходима людям, чтобы они помогали. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Симбирская митрополия. Песня. Христос! Песня. Песня. Всех нас поздравляю с текущим праздником нашим. Всех, кто пришел здесь, чтобы в этих соревнованиях Постараться получить навык побеждать, стремиться к победе – это важный и необходимый навык. И в жизни важно. Это очень необходимый навык – стремиться к победе, ставить цель и достигать. Поэтому всем хочется пожелать участников соревнований. Берите пример с героя прошлого, такого, как Александр Мельский. Он ставил цель сохранить Россию как государство. И вот мы видим, что эта цель совершилась. Россия жива. Поэтому хочется пожелать, чтобы вы брали пример из наших героев, которых у нас предостаточно. Еще раз поздравьте, сестры, кто христианин Христос! Всем добрый день! Я очень рад вас приветствую, что сегодня на нашей Ильинской земле вы должны обратить внимание на ту надпись, которая на просто нас состоит через эти инстаспортивные столицы Ульяновской области. И мы действительно за это боремся и каждый раз подсветаем. Да, конечно же, пандемийный год. Мы все созвучились по светизайну спортивную. И сегодня для нас, не только для ильинцев, я считаю, и для всей Ульяновской области знаковые события. Вот сегодня такие серьезные соревнования. Вот смотря сегодня на взгляд, я имею в виду бойцов, на сам видишь, на то, что это не только бойцы, это настоящее защитник отечества. В том числе, очень рады, друзья, коллеги, всех очередной раз встречать на нашем турнире. За эти годы, уже седьмой год проводим, очень со мной были дружились, сродились. И, по сути, для нас, как все это спортсмены, ульянов, это правило, возможно, катать ребят. Наш турнир, как вы знаете, из-за того, что продукт стал всероссийским, мастерским. Но, как бы, совмещать его по турниру скидывается проблематично, но также многие вот ребята, которые не работали, оставьте этот турнир, и мы его оставим. Мастерский наш турнир также будет проходить, как всегда, в Ульяновске, в Юнии, в нашей федерации будет его проводить. Вот этот турнир, посвященный Днюю Победы, мы проводим также в мае, но вместо проведения будем заранее объявлять. Как скажем, мы думаем, что, на самом деле, наш турнир традиционно посвящен победе. И я знаю ваших тренировок, знаю многих, чем у вас спортсменов. Конечно, увидим. И дай Бог, чтобы такие пункты опять спутились на нашей ротике, на нашей стране. Я знаю, достойный отход, конечно, вы всегда сможете дать много себя, что еще хочу пожелать, чтобы обойти здесь травму, ну и победили селью жизни. Спасибо. Если честно, признаться, я не думал, что воду в 50 лет, но сейчас мне понравилось, я ухожу по директорам драться. А вы? Я тоже не думал, но это очень интересно. Я с детства занималась кудо и перешла в ММА плавненько. У меня тренер сказал, надо попробовать. Субтитры сделал DimaTorzok